Всем привет, ребята! Сегодня взял для вас камеру со стабилизацией. Вот, можно бежать, и изображение все равно будет плавным. Сейчас покажу. Начинается моя бедежка. Вот это поворот. Это уже третий экземпляр, который я вижу. Если вот такой вот, с такой высоты прилетит по черепушке, пока я сейчас хожу здесь, то, наверное, мало не покажется. Всем привет, друзья! На связи Дмитрий Лентьев. И, как вы знаете из моих историй, с последних, если вы смотрите... Если не смотрите, обязательно смотрите, там все самое интересное. Я сообщил там, что у нас, наконец-то, как вы видите, открыли моречко. Оно потрясающее. Смотрите, какой у него фантастический цвет, какая классная погода. Но прикол заключается в том, что 99% туристов сейчас уехали. Их просто нет. И поэтому отдыхай не хочу. Цены на минимумы, на фрукты, на жилье. Цены упали в два раза. Но отдыхать некому, селиться некому, границы закрыты. На самом деле, кто здесь остался сейчас, это очень хорошее время для релакса, для отдыха. Нет ни китайцев, ни русских, никого. То есть, по сути, это сейчас такое время мечты. Тишина, никого нету. Цены на минималки, поэтому можно оттопыриваться по полной программе. О чем я хочу сегодня вам рассказать? Хочу рассказать вам о том, как я, почему, точнее, я сейчас пробегаю каждый месяц 200 километров. То есть, зачем вообще мне это? Как я начал этим заниматься? И это очень интересная история. Запасайтесь попкорном, свиной рулькой, морковкой, что вы там потребляете. И мы начинаем. Вот так вот выглядит мой маршрут. Вот такая вот реченька. И начинаю я бежать возле вот такого моста. Соответственно, вот у нас восходит солнце. И продолжительность этого пути составляет примерно 6,5 километров. В одну сторону. И столько же обратно. Итак, когда-то давно я прочитал, Бог послал мне, я иначе это никак не могу назвать, такого автора, как Владимир Леви. Я тогда интересовался психологией. Это один из самых известных психотерапевтов конца 80-х годов в России. Он писал потрясающие книги, которые были очень интересные. И вот в одной из своих книг он рассказал, что наше тело человека он мне донес. Потом я это уже тысячу раз еще подтверждался в этом. Он находил подтверждение, вот он донес мне основную идею, что наше тело создано для движения. То есть, если мы с вами не двигаемся, мы умираем. И он настолько глубоко ввел мне прямо в самую глубину моего понимания, что я просто настолько заразился этой идеей, что физкультура среди точки вошла в мою жизнь навсегда. Хотя до этого я вообще даже один раз подтянуться не мог. Сейчас я могу подтянуться, но раз 20 точно подтянуться. Так вот, после этого он ввел мне вот этот принцип, что обязательно нам нужно двигаться как можно больше. И я начал ходить. Я начал двигаться, заниматься, ходить как-то. И тогда я еще жил в Томске. И жил я рядом с парком. Точнее, это можно даже сказать уже конец города, это уже практически лес. Я проходил тогда 9 километров в день. По этому лесу. То есть, все люди утром ехали на работу, а я проходил огромный круг по этому лесу. И как раз утром вставал, 7 часов шел. И вот эта привычка закрепилась с тех пор за мной. До сих пор. До сих пор она постоянно всегда со мной. И без этого я просто не могу жить. Я начал бегать по 5 километров. Потом, в один прекрасный день, я решил пробежать больше. И пробежал 15 километров. И вообще не устал. Я, конечно, был крайне удивлен. И все это благодаря, естественно, сыроедению с первого раза. А потом я переехал на другое место. И сейчас я живу возле реки, недалеко от реки. И, соответственно, там по прямой, когда никого нету, никаких выхлопов, ни людей, вообще никого, порядка 7 километров. И каждое утро через день я бегаю. Я уже не могу просто не бегать, представляете? Я пробовал ходить пешком, но у меня не получается ходить, я хочу бежать. Я думал, что я смогу гулять. Нет, мне именно хочется бежать. Настолько я прямо этим заразился очень сильно. И сейчас этот бег со мной, я думаю, на всю жизнь. Первая половина уже практически исполнена. Бежать мне вон до тех, вон фигурок, видите? Когда я буду там, я всегда, там забор, я укасаюсь. И это значит, половина пути пройдена, 6 километров. И, естественно, без остановки обратно еще. Жесть. Еще не так давно я слушал тоже известного одного лектора по бегу. И он сказал, что он бегает так, как будто бы у него находится состояние медитации. То есть нет таких усилий, давай-давай, ты сможешь вот этой всей херни. Нет, ни в коем случае. И я подумал, блин, как классно было бы вот так научиться бегать. Потому что, когда я сначала начинал, все равно там, как бы, это не кажется тебе настолько легким процессом. Это довольно легко, но все равно какие-то усилия нужно прилагать. И вот сейчас я вышел на такой уровень, когда я просто бегу, как будто сплю. Я мог закрыть глаза и куда-то улететь далеко. И ноги все это делают автоматически. И крайне рекомендую вам это делать. Потому что наше тело, оно создано либо для того, чтобы спать, либо для того, чтобы добывать еду, то есть ходить. И постоянно двигаться. Или чуть-чуть отдыхать немного. Но оно не должно сидеть, как мы вот сейчас сидим за компьютерами. Мы постоянно разрушаем себя в этот момент. Как только мы сидим, более нескольких десятков минут, двадцати минут, тело начинает разрушаться, позвоночник начинает разрушаться. И вот я действительно вышел на этот уровень сейчас медитации при беге. Это просто волшебно. Я вот как раз думал, как долго я буду идти к этому, чтобы бежать. И мне было легко. То есть бежать, как будто ты прогуливаешься. И вот сейчас прошло не так много месяцев, я уже это делаю. Поэтому если вы не бегаете, попробуйте делать это по чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Сначала нужно просто выйти из дома, потом сделать круг вокруг вашего дома. Потом пробежать хотя бы сто метров и вернуться. Самый главный принцип – это всегда возвращаться, когда вам хочется еще. То есть вы не добежали, никогда не добегать до своей красной зоны. Не добегать даже до своей желтой зоны. А всегда покидать этот процесс, останавливать, когда вы находитесь еще в зеленой зоне. И тогда постепенно он будет вас захватывать, захватывать. И без этого вы также просто потом не сможете жить. Потому что у многих бег ассоциируется с какими-то усилиями. Конечно, если бы это были какие-то усилия, я бы никогда не стал. Ну, постоянно, давай-давай, сегодня там выгонять себя на эту пробежку. Нет, ни в коем случае. Только все должно идти от наслаждения. То есть я бегу, потому что наслаждаюсь. Естественно, я прихожу абсолютно мокрый. Естественно, с тебя уходит, не знаю, литра-полтора надо взвешиться будет. Воды. То есть через примерно 10 минут ты уже начинаешь конкретно течь. Просто если тебе остановиться, то с тебя начинает просто литься вода на землю. И, конечно, ты приходишь после этого сразу же под душ. И тогда ты начинаешь чувствовать наслаждение. Но здесь немного не хватает такой темы, которая называется... Которая называется ледяная вода, которая есть в России. И вот это один из маленьких минусов Вьетнама, что здесь нету ледяной воды. Просто что-то такое, чуть-чуть тепленькое, чуть холодненькое. А я безумно люблю все, что связано с холодом. Самый мой первый ролик на Ютубе, можете посмотреть. Это я обливаюсь при минус 36 в первый год сыроедения. То есть был самый первый год, минус 36. Я клин-клином вышибал, когда все мерзнут. Я как раз ходил обливаться. Здесь вот, кстати, живут люди, рыбаки. Вот видите, байк стоит. То есть вот в третьем домике. Они там ночуют. Я их вижу по утрам, как они выходят оттуда. Такие вот дела. Заветный забор. Мы подбегаем. А обратно бежать солнце будет уже в спину. И то, и то состояние классное. Здесь вот поплавки такие, сети с поплавками. И вот такой вот мост. И вот, как сейчас вы видите, я уже подбегаю к забору. И половина пути готова. И вот про это сегодня я хотел вам рассказать. Что попробуйте бегать вот по таким вот начинаниям, как я сказал, по таким правилам. И посмотрите, что у вас будет. Вы тоже станете со временем, я уверен, беговым наркоманом. Конечно, здесь нужно смотреть на, насколько загрязнен ваш организм. Также очень важно, естественно, нужно бегать техникой естественного бега. То есть не на пятку, а на носок. И тогда ваши колени будут всегда в норме. Еще надо здесь сказать, что вся моя стопа, это бывает у всех профессиональных бегунов, то есть у человека, который никогда не бегал сначала и потом начал, она все кости, там очень много костей, 15 что ли в стопе или сколько, очень много. Все они по очереди переболели. То есть они все трансформировались в новую нагрузку. То, и прямо это было по две недели так ныло. Но когда ты выходишь, оно уже не чувствуется совершенно. То есть ты можешь спокойно бежать и не ощущаешь вот этого. И здесь нужно не перегнуть палку. Если действительно как-то очень сильно болит, то лучше переждать. Но у меня так ныло. И есть вот такой вот феномен, когда у вас какая-то мышца болит, может быть, замечали, вы начинаете тренировку, она перестает болеть. Вот здесь нужно понимать, в каком состоянии вы находитесь. То есть можно это делать или нет. Интуитивно. То есть если чуть-чуть, то тогда все будет ок. И вот, собственно, вот такую вот историю я хочу вам сегодня рассказать. Заразить вас вот этой темой бега. И даже более того, сейчас вот здесь вот центр. И здесь дается очень-очень много жилья. И я мог бы сюда сейчас переехать, так как здесь рядом совершенно. В отличие от меня, там примерно 2 километра нужно ехать до веганских ресторанов каких-то. До сыроедных точек очень классных со смузи, которые чуть ли не круглосуточно работают. Но из-за того, что здесь нет вот такого места для бега, то есть вот бегать, допустим, вот здесь вот можно, но это не совсем то. Видите, здесь постоянно люди. Утром вот это вот движение, это все нужно сюда идти, это шум такой. Вот такую вот историю я хочу с вами поделиться. Если кто-то бегает, напишите в комментариях, сколько, на какие расстояния, как часто вы бегаете. Или если собираетесь бегать, тоже напишите свои мысли по этому поводу. Понравилась ли вам моя история? На сегодня у меня все. У меня есть сейчас идея проводить для вас стримы, отвечать на ваши вопросы на YouTube. Если это вам идея нравится, то напишите в комментариях, стоит ли проводить стримы из Вьетнама. Отвечать на те вопросы, которые вас интересуют, на эту тематику. По Вьетнаму, по путешествиям, по сыроедению. Если да, то тогда обязательно пишите об этом в комментариях ниже. На сегодня у меня все. С вами был Денис Таренков. Счастливо. До следующего интересного видео. Пока.